Суфья Прокофьева. Приключения желтого чемоданчика. Глава десятая. В цирке. Серая Волга, скрипнув тормозами, резко остановилась. Петька, Тома и молодой летчик бросились вверх по плоским ступеням. У Петьки закружилась голова от пестрых афиш. На афишах кто-то кувыркался, кто-то на ком-то стоял, кто-то открывал зубастую пасть. Молодой летчик и Петька подбежали к окошечку, над которым выпуклыми буквами было написано «Администратор». Два кулака сразу застучали в закрытое окошечко. Петькин кулак был не очень большим и стучал не очень громко. Тук-тук-тук-тук-тук. А кулак молодого летчика был большой и тяжелый и стучал очень громко. Трах-тах-тах-тах-тах. Окошечко открылось. Оно было ярко-желтым в темной стене. Молодой летчик и Петька сунули туда головы и что-то закричали дикими голосами. В окошечке показалась женская голова с большими удивленными глазами. Билетов нет. Уже второе отделение началось, сказала женщина. А укоротитель уже выступал? Вот, наверное, как раз сейчас и выступает. Скорее, скорее, закричала Тома. Ее голос в большом пустом помещении звучал как-то гулко и странно. Толстая билетерша, стоявшая в стеклянных дверях, замерла и рот ее тоже открылся, как окошечко. Петька быстро проскочил мимо нее. Он проскочил так быстро, как будто он был не мальчишка, а кусок ветра. Нет, он все-таки был мальчишкой, потому что сейчас же раздалось. Эй, мальчик, куда? И толстая тетя побежала за ним, громко шлепая подошвами. Петька выбежал в круглый коридор. Тут всюду были зеркала и красивые картины. В длинном зеркале Петька увидел толстую тетю и ее протянутую руку с растопоринами пальцами. Петька быстро нырнул головой в какую-то бархатную занавеску. Но эта бархатная занавеска вдруг крепко схватила его за шиворот. То есть, конечно, это была не бархатная занавеска, а толстая тетя, которая его все-таки догнала. Петька вырвался от нее и полетел куда-то кувырком, стукаясь лбом и коленками. Тише, тише, ну не мешайте, ну чего вы тут? Как самое интересное, так... Петька поднял голову и увидел круглую ярко освещенную арену. Над ней на высоком темном потолке сияли и горели сотни ламп и прожекторов. Внизу на сверкающем желтом песке стояли три ящика. На каждом ящике сидела по-настоящему живому льву. На самом большом ящике сидел самый большой лев, открыв свою большую пасть, а какой-то человек в ярко-голубом фраке засовывал в нее свою несчастную голову. Лев, как нарочно, был очень большой, и пасть у него была просто огромной. Петька увидел бледное ухо укротителей и кусок его шеи. Он, дядя Федя, как молния пронеслось в голове у Петьки. Он все конфеты съел и... Держите его, остановите его, он сейчас что-то сделает! Заорал Петька отчаянным голосом и бросился вперед, протягивая к укротителю руки. Но толстая тетя поймала его в воздухе и опять крепко ухватила за шиворот. Петька забился у нее в руках, что-то кричает, брыгаясь, как лошадь. Но эта опытная тетя, которая, наверное, тоже когда-то работала укротителем, не выпустила его из рук. В этот момент человек в голубом фраке вынул голову из пасти льва. Громко заиграла музыка, а все зрители захлопали и захричали от восторга. Укротитель стал улыбаться, кланяться, поглаживая волосы, которые немножко растрепались в пасти у льва. Тут откуда-то появилась красивая тетя в необыкновенном платье. У Петькиной мамы не было ни одного такого платья. Она все блестела и сверкала, и тетя в нем была похожа на русалку без хвоста. Она хлопнула в ладоши, и откуда-то выбежали пять маленьких собачонок. Они были очень маленькие и кудрявые. На них были банты нежных цветов, и все они жили на задних лапках. Тут укротитель в голубом фраке пощелкал тонким хлыстом, и два льва послушно слезли со своих ящиков. Но самый большой лев с самой большой пастью только посмотрел на укротителя и зарычал неприятным голосом. Может быть, он раскаивался, что не откусил голову укротителю, когда это было так просто сделать. Укротитель изо всех сил защелкал своим тонким хлыстом, но большой лев только оскалил свои длинные зубы и зарычал еще громче. И тут случилось что-то совсем невероятное. Пять крошечных собачонок бросились на огромного льва. Они были такие маленькие, что лев одним ударом своей большущей лапой мог убить сразу трех таких собачонок, а двумя ударами их всех и еще одну. Но крошечные собачонки, громко пища своими кошачьими голосами, стали прыгать на огромного льва. Они кусали его, царапали, а одна собачонка с розовым бантом повисла у него на хвосте. Огромный лев спрыгнул с ящика и трусливо, пожав хвост вместе с висящей на нем собачонкой, бросился бежать вдоль арены. А собачонки визжали и бежали за ним, и вид у них был такой, как будто они сейчас разорвут его на крошечные кусочки. Ох, что тут началось! Зрители просто попадали со стульев от смеха. Нет, вы только поглядите на его морду! В жизни не видало таких собачонок! Ну какие же они смелые! Просто ужас! Нет, вы посмотрите, посмотрите! Вот это дрессировка! Ой, за ухо его укусило! Ной собачонка! А что это за порода такая? Храбрее овчарок! Укоротитель в голубом фраке уронил свой тонкий хлыст на песок и побледнел. Даже когда его голова была в пасте у льва, он и то был не такой бледный. Он с растерянным видом посмотрел на блестящую тетю, но та стояла, бессильно опустив руки и приоткрыв рот, глядела на своих собачонок. И вдруг Петька услышал чей-то удивительный смех. Он был счастливый, нежный и какой-то неуверенный, как будто человек, который смеялся, не умел смеяться. Петька оглянулся и в двух шагах от себя увидел Том. Тома смотрела на собачонок и смеялась. Конец десятой главы.